И я рад представить вам, мои дорогие друзья, ангар топовый, лучший в моем понимании на февраль-январь 2021 года именно для игры соло, друзья. Постараюсь всеми мехами сегодня оптимально этого ангара отыграть. Конечно, в нем моя любимица Равана. На акустических пушках. Машина очень серьезная и опасная в умелых руках. Но не нужно их ставить две. Именно в ангаре для игры соло по фану максимальной отдачи полезна одна Равана. Данный ангар эффективен во всех режимах и на всех картах. На больших и малых. Превосходство в гонке и в смертелке. Даже если царь горы появится, такой режим вернут разработчики, то и там будет этот ангар эффективен. Самое главное не спешить у Равана тратить способности. Фейсшифт обязателен. Прыгающая Равана это лирика. Не нужно прыгающий модуль стоять на Равану. Это ее ослабит. И снизит ее эффективность на карте. Устремляясь на пляж, надо забирать. Вот в такие моменты именно Фейсшифт спасает Равану. И позволяет все равно при любом раскладе угробить вражеского ястреба. Как бы он не пыжился. Как раз к этому моменту я дозарядил способности. В общем, нужно следить за способностями и за таймером Фейсшифта. И будет вам стабильный праздник уничтожения вражеских ястребов. Возвращаю пляж. Мы посмотрим в этом обзоре, друзья, несколько эпизодов. Не все будут прям такие победные. Задача моя продемонстрировать эффективность ангара. Именно сочетаемость этих мехов с этими пилотами и с этими модулями. Какой бодрый парень на Раване прибежал. Обязательные условия для Раваны два овердрайфа. И Ластен. Больше ничего на нее ставить не нужно. Легендарный пилот Арнавпайя. Важное умение кучность обязательно на акустике поставить кучной стрельбы. И Равана оправдает себя на все 100%. Основные другие все умелочки ставим, так же как на других мехов для отыгровки от Фейсшифта. Я их называю клановыми умелками. Ну а клановый топ ангар, который сейчас практически в каждом бою побеждает. За редким исключением бывает поражение. Я покажу в следующем обзоре. Но там именно клановый ангар. Он очень жесткий. Недонатным игрокам его будет сделать крайне сложно. Отлично справилась Равана. Смотрите, сколько ястребов угробила одна машина. Удержала рубеж. Настоящий мех самурай. И я его сбрасываю. Пора заканчивать катку. Посмотрите, как браво красные взлетели на Минго своих. И отдали сразу все маяки. Это касательно предыдущего обзора про Ау Минго. Я там все разжевал, когда Минго надо поднимать. Они явно погорячились. Очень важная машина в ангаре. Именно для соло. Именно в максимально эффективном ангаре для соло. Это ястреб на глацер со щитом. Очень эффективная машина против ноденсов и вражеских артуров. В некоторые моменты гораздо эффективнее акустического ястреба. То есть, главное гармония, да? Сочетаемость мехов. В напряженных боях особенно чувствуется всегда по ангару. Что не хватает, что нужно поменять. Вот за что я люблю Крио. По краю препятствия дать и положить там противника. Давайте пойдем в следующий эпизод. Он не будет столь таким вялым, как этот. Здесь был сильный, конечно, противник. Но что-то как-то они растерялись, скажем так. Много мехов зря отдали. Давили ангарами, я так называю, да? Давили, а что давили, куда давили, непонятно. Итак, веселенький замес на каньоне. На больших картах максимально эффективного в соло ангара, как я его называю, я вывожу обязательно именно 500-метрового ястреба со щитом, нуклеонами и кваркером. Машинка оправдана во всех режимах. Именно первой. На средних картах хорошо первой вывести ее. Вот именно на этой карте менее эффективно будет Равана. Я, конечно, буду здесь переть в атаку, потому что рандом у меня здесь достаточно кислый. Но, тем не менее, весело попадастся, я думаю, удастся. Грамотно играет красный, забились все. Вот поймал меня Тайфун. Кстати, вот эти два Тайфуна просто задолбают нашу команду. Но это возможно, пожалуй, на паре карт только. Да и, скорее всего, только на этой. Еще такое возможно, в принципе, на зимней карте, но ее пока нет. На Ямонтау. Там еще Тайфуны будут рулить. Они рулят мало где. Они четко меня держали сейчас вдвоем. Молодцы. Значит, надо вышибать их любой ценой. Они задолбают мою команду. Я, на самом деле, не планировал смертелку снимать. Я быстрый бой нажимаю. И, походу, нас здесь ждут серьезные люля. А это у нас, наверное, еще и клан, да? Бочонок хорошо. На всех картах вообще классно на энергопулеметах отыгрывает. Вближку здесь на нем точно не стоило бы бежать. Вот здесь он как 500-метровый, бочонок офигенно отыгрывает. Пытаюсь их кусать по чуть-чуть. Победы не жду, но на дамажечку, думаю, нормальное здесь набьет. Такой спокойный каньонный замес. Вот не люблю вот эту смертелку за то, что вот это вот передрюкивание из-за укрытия идет просто. Ну, че ты сюда приперся, союзник? Сейчас тебя там постригут. А вот так-то я пойду. Надоело мне сидеть. Но просто нет сил сидеть и перестреливаться. Сердце драйва просит. «Е-е-е-е!» Закричал дядя Сэм где-то за кадром. Вон как гидруми помогает, да? Чайник из нашей команды. Гидрочайник, ё-моё! Я ждал, когда он приземлится, а его там грохнули где-то за кадром. Интересно. Ничего, да, бочоночек живет? Долго-долго живет. Осторожненько, аккуратненько. Не, можно было еще подрюкаться подольше, конечно. Так, мехов у меня осталось мало. Надо тайфуна выбивать. Задолбал. Вот у него сработал пилот легендарный, но он недолго работает, какое-то время. Тоже важная машинка обязательно нужно иметь на музыке Скорпиона. Именно в оптимальном ангаре для игры в соло. Подняли они сейчас за контроль, вот мою команду. Чувствуется, что рандом у меня очень тюфековый. Пойду попробую разменяться и на него все-таки успеть. Успею, 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 успею. Давай, 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 давай. Зергот. Все-таки я его подрезал. Но у меня мехов не осталось уже. Все. Сейчас у Андрюши мехи полягут, и сразу вся моя команда сложится, соответственно. Вот ты сейчас на Скорпионе, друг, бежишь, но очень поздно. Здесь Скорпиона первым надо было выводить. А все дрюкающие сборки надо в середине боя было выводить, да? Тут ковбойские сборки в каньоне, е-мое. И, кстати, союзных ястребов вообще нету. Где они? Контроль от меня. Хреново, Билли. Так, ну Мингаса я подрежу сейчас. Хорошо. Походу, хана моему ястребу. Нет, четенько они меня сняли. Так, у меня остался последний Титан, я с ним не торопился. Две минуты до конца боя. Сейчас в развалочку прогуляемся, и все. Что-то моя бравая команда будет делать, интересно. Так, ну поползли потихонечку. И такой вот весь я иду на правый фланг. Да, забыл сказать. Очень важно иметь в сольном ангаре именно Артура на дробошах на акселераторе. Помогает вытаскивать кучу боев, или даже просто набить хорошую всегда домашку под конец. Зазевавшегося Титана противника сносит на ура. Неплохо отстаивает рубеж, если это нужно. Ну, Данса надо забрать, да? Это максимальная помощь моей команде, что я успею оказать. Крепкая все-таки машина Артура. А если еще в двоечке с союзным Ноддлсом, то вообще крепкая. Надо же, нам все-таки удалось победить. Невероятно просто. Я думал, честно говоря, профукаем. Грамотно, очень-очень грамотно здесь красные сражались. Хочу отметить. Все делали четко, своевременно. Для малых карт очень хороши, конечно, Равана, Скорпион. И Двоястреба в ангаре. Соль нам для эффективной игры, конечно, обязательно необходимы. К сожалению, хочу отметить. В максимальной Лиге Чемпионов абсолютно сейчас неэффективно играть на танках. Я могу снять обзоры. Но на круг в большом количестве боев ни Фалькон, ни Фенрир нормально отыгрывать не могут. Их ястребы выжигают. Тем более, я любого Фенрира спокойно один на один Раваны разберу. Или в парочку заходов даже на Скорпионе. На акустиках, конечно. Поэтому перед вами сейчас именно оптимальная сочетаемость и тактической мощи и хитрости. Это оптимальный ангар, друзья, именно в соло. Именно для максимальной Лиги Чемпионов. Он позволяет набивать реально много дамага и кучу киллов. Я пробовал разную сочетаемость мехов. Даже если не можете вообразить, сколько я попробовал разных. Но вот именно оптимально оказались Ястреб на Нуклеонах со щитом. Ястреб с Глацер, именно с Глацер, со щитом. Это для соло. Равана на акустике, Скорпион на акустике и бочонок на Нуклеоне Квакеру. Все машины на фейсшифтах. Никаких джампов нет. Все поставлено на долгую жизнь машины. И максимальной эффективности отдачи в бою. Сейчас все Скорпов переводят на музыку. А музыки первого удара в особенности. Если использовать два Фортифифер, я его называю Фортфайером. Два пассивных модуля Нашелла. Он не боится Скорпионов вообще. Плюс этот ангар универсален тем, что в зависимости от ситуации в бою можно выводить разных мехов. И именно вот эта сочетаемость мехов, представленная в ангаре, она максимально подходит для всех базовых типовых боевых ситуаций на всех существующих кардах. Ангар позволяет вести средний бой, ближний бой и такой среднедальний, так скажем, бой. Ангар позволяет идти на прорыв или удерживать определенный рубеж. Да, правильно, Тайфуна здесь нет в ангаре. Так же, как и других мехов, оптимальна именно эта сочетаемость. Именно для хорошей такой стремительной отыгровки в Чемпион Лиге. С максимальной отдачей. Ангар позволяющий действовать быстро и эффективно. По крайней мере, мне, на базе моего опыта, пока что именно на январь-февраль 2021 года, я выявил именно вот такой сольный классный ангар. Абсолютно по-другому дело обстоит, конечно, с клановым боевым эффективным ангаром, который именно будет штурмовой. Да, клановых ангаров можно сделать парочку. Один, скажем так, штурм-поддержка, а второй именно штурмовой ангар. Вот очень эффективный штурмовой ангар, максимально эффективный и очень страшный будет представлен в следующем обзоре. И все-таки, Равана в ближнем бою на музыке это бог войны. А если был бы фейсшифт у этого соловья, он бы уцелел и взлетел, да? Но он поставил на него джамп зачем-то. Еще энергоблоки тратит. Кого достали фрезующие лагующие блицы, поднимите руку, так же как и фантомы. На самом деле, сейчас показываю вам хорошее геймплей на Раване, я совершаю охренительную ошибку, друзья. Мне не нужен вообще этот маяк на самом деле на этой карте. Я должен был давно быть на пляже, но настолько увлекся истреблением красной команды, что упустил этот момент, да? Забейте на этот маяк, ребят, на карте пауэрплант, нужно бежать на пляж. Там два маяка, нужно стараться их держать. Я сейчас, конечно, херней полнейшей занимаюсь. Да, я убиваю красных, но... Почему-то при всех прочих обстоятельствах мой рандом не забирает маяки. И мы дико проседаем просто. Ну... Красненьких я уничтожаю, да. Плюсик можно поставить. Ну, а дальше уже поздно пить боржоми. Когда маяков не осталось, да? Ладно, постараемся поработать на удержание. Вот чем Крио хороши. Раз-сразу. Разовый урон большой. Лучше, чем акустики. Не надо просто реально с полуобоймы большинство мехов выжигать. Если противник не успел соизволить по фейсшифту идти, ему хана. Да ласта точно будет прожжен. Огонь! Фейсшифт! Обязательно нужен фейсшифт! Дозировано порова не стрелять. Короткими очередями. Что-то они за меня там вообще толпой взялись. Не успел я взлететь. Если бы не Джан, я бы успел взлететь. Но... Джан... Добил. Очень-очень тюфиковая команда у меня, поэтому я уже разрываюсь просто со всех сторон. Пытаюсь... Хоть как-то маяки какие-то вернуть. Вот этот бочонок очень хорош. Он на всех картах эффективен. И ближки может неплохо прожарить. Какой же хернёй занимается моя команда? Вот он там летает на ястребе от перезарядки. Взлетел из-за препятствий и жарит. Знаете, сколько сейчас таких геймеров будет? О-о-о-о! Которые только сейчас вкачали ястребов, они именно так и будут играть. Взлетели и жарят. А мой совет вам, такие геймеры, которые от препятствий, от укрытия взлетают от перезарядки способности ястреба и прожаривают, насколько получается у них красную команду. Играйте, ребят, в смертелки. Не подставляйте пацанов в других режимах. Потому что в других режимах надо воевать за маяки и драться. В общем, сделал всё, что мог. Всё равно 13 мегов убил почти полкоманды. Красных. 4 маяка взял. Результаты моих доблестных вот этих ребят вы видите. Надеюсь, обзорчик был вам полезен. Я считаю, что это оптимально топовый хороший ангар в Лиге Чемпионов для игры с СОЛ. Сочетаемость мехов между друг другом превосходная. Можете посмотреть на ангары, на умелки пилотов, на компоновку модулей. Кому нужно по умелкам пилотов, нажмите на паузу. Это, в принципе, лучшие подборки умений для этих сборов. Увидимся, друзья, в следующем обзоре. Штурмовой топовый клановый ангар. Максимально эффективный в Лиге Чемпионов. Здоровья вам, Лизки. Увидимся. Штурмовой топовый клановый 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 Спасибо.